добрый день компания радыстрой присутствует на нашем объекте делаем отопление здесь у нас конденсационный котел немецкого производства двухконтурный в прошлом в одном из наших видео мы рассказывали как он работает а сейчас хотим сказать несколько слов о панельных радиаторах остальных которые здесь используются в данном объекте заказчика предпочел именно эти радиаторы можно сказать что несколько каких-то особенностей этих радиаторов может быть плюсов естественно по цене они достаточно сильно выше чем обычные алюминиевые радиаторы но есть в общем-то и некоторые плюсы которые можно было бы отметить один из таких плюсов конечно это внешний вид дизайн очень приятный то есть здесь прямоугольная форма он стальной этот радиатор вот если брать например алюминиевый то мы можем видеть что все секции между собой соединены резьбами и уплотнителями вот и и периодически бывает так что эти резьбы могут течь и приходится радиатор перебирать здесь этот вопрос исключен то есть фирма на ферме дает гарантию пять лет на эти радиаторы а срок службы 45 50 лет это достигается тем что здесь идет панельный стальной лист которые надежно сварен на производстве и никаких мы не видим здесь соединений и резьб то есть вопрос так сказать исключается в этом плане брака также опять же со слов производителя мы видим что здесь объем самих секций он небольшой но конечно сравнение они проводили с чугунными радиаторами мы с чугунными сравнивать их не будем но по отношению к чугунным объем теплоносителей в данных панельных радиаторах порядка в два раза меньше да в принципе это очень неплохо потому что часто используется теплоноситель дорогой покупной также ресурс снижается работа насосов и другого оборудования и также мы понимаем что если меньше теплоносителей значит меньше объем труб меньше так сказать теплопотери вот и также можно сказать что здесь есть такой плюс что эти радиатора они не только отопительные они еще конфигационные то есть если взять классическую конструкцию алюминиево-биметаллического радиатора мы видим что внутри есть две трубочки и от этих трубочках расходятся лепестки алюминия или биметалл вот то есть там и конфигационный поток он только поднимается вверх здесь же мы видим что со всех сторон есть вот эти трубочки изнутри снаружи и поэтому конфигационные потоки расходятся в разные стороны то есть они идут во внешнем направлении вверх также вот поэтому отметим несколько плюсов внешний вид уменьшены конечно теплоносители при при таком же объеме мощности вот прочность например если взять алюминиевые радиаторы то металл достаточно мягкий и поэтому его можно погнуть задеть поцарапать здесь двойное покрытие специальное лакированное поэтому достаточно все прочно сделано сейчас пару слов скажет дмитрий руководитель монтажного отделения по поводу монтажа данных панельных радиаторов по отношению к с классическим искать стальным биометаллический можете как это комментировать какие-то легче есть несколько моментов наверное которые приятны для именно человек который будет заниматься монтажом впрочем может быть и комплектации значит если мы покупаем секционный биометаллический либо алюминиевый радиатор то к нему обязательно нужно приобрести комплект пробок поскольку у него четыре отверстия с каждой стороны по двое эти отверстия диаметром будут один дюйм всегда подводка же осуществляется обычно пол дюймовыми резьбами иногда трехчетверными в каких случаях то есть подразумевается комплект пробок в каждое отверстие радиатора заворачивается пробка в каждую пробку заворачивается вентиль или заглушка то есть ровно в два раза большее количество резьб и количество работы которые нужно сделать с секционным классическим радиатором здесь отверстия сразу уже пол дюймовые и мы пристыковываемся непосредственно к ним то есть экономия времени на сборке есть да вот плюс что про комплект пробок подразумевает какие-то резинки то есть если мы хотим все сделать относительно быстро то мы пользуемся этими резинками есть принципе шанс что через некоторое количество времени на протекута годы да но все равно они могут усохнуть и потечь второй вариант удалить резинки намотать очень много льна льна и сделать более надежно тут опять же есть вариант что может треснуть интернет придется менять секция это первый момент второй момент комплекту пробок обязательно надо приобрести комплект крепежа поскольку секционный радиатор продается только в виде секций и вам надо купить два три может быть четыре крюка чтобы его подвесить у этих радиаторов подвес идет в комплекте здесь мы говорим о радиаторах керми да у них в принципе очень удобно задние две планки они достаточно большой площади и в них большое количество отверстий то есть прикрепление к разным стенам можно несколько до себя обезопасить завернув там саморезы либо анкера либо ну есть какие-то варианты много вариаций в ниже выше там даже выше там если есть закладная то в одну верху если нет закладной другую то есть для каркасных домов это общем-то плюс частности для каркаса это большой плюс да потому что вот здесь вот были закладные но если их нет то приходится рассчитывать включительно на вагонку желательно да хотя бы не в одну вагонку вот и второй приятный момент здесь есть в комплекте уже кран маерского через который мы стравливаем воздух и есть в комплекте пробку чтобы поставить кран ее поставить вот то есть к этому радиатору за текст 2 до к этому радиатору до нужно было купить только два вентиля здесь еще мы отметим что это вот радиаторы x2 вот я читал небольшой обзорчик этих радиаторов но там суть в том что это патентон технологии керми вот и в общем происходит равномерное распределение теплоносителей сначала причем нагревается передняя сторона если этого достаточно то задние как отражатель а а если недостаточно то нагревается одновременно обе стороны стороны панельного радиатора с теплоносителем также в принципе можно отметить что современные системы отопления они низкотемпературные то есть достаточно все все производители все оборудование стремится к тому чтобы поддерживать доме там температуру теплоносителя 50 градусов около того и в общем то в этих радиаторах достаточно такой температуры теплоноситель за счет того что большая объем контакта теплоносителей с воздухом большие конвекционные потоки вот случае допустим классических таких старых радиаторов особенно чугунных там надо чтобы они грелись с гораздо большей температурой вот еще есть на сказать по этому вот так что в общем то неплохая неплохие радиаторы для особенно каркасных домов хороший конвекционный эффект но высокая цена поэтому брать или не брать решать вам всего доброго компания радиастрой